Ирина Янко показывает любимый костюм. Роль в спектакле «Игры с привидением», которому около 30 лет, хорошо помнят и ее поклонники. Главная, конечно, достопримечательность – это туфельки. Но сохранилась только одна туфелька. Это настоящие итальянские туфли. Настоящими были и остаются и переживания, которые скрываются за каждой ролью. Мы все переживаем все наши роли. Иначе никак, иначе как? Тогда зачем идти в такую профессию? Не хочешь переживать – сиди на стуле дома. Заслуженная артистка России ведет экскурсию не по гримерке театра. Самые красивые наряды, самые яркие фотографии, записки от зрителей может теперь увидеть каждый в доме музея Левчака. Ну вот Роме и Джульетта. Все я уже даже не помню. Это какой-то 85-й год, по-моему. Такой вот светленький. Это первая роль в этом театре. Коварствие и любовь Луизы. Число своих ролей Ирина Леонидовна назвать сходу не берется. На открытии экспозиции ролями «Измеряя жизнь» с коллегами и поклонниками вспоминает самые яркие моменты. Для одних здесь она учитель, для других все та же яркая девушка из 1980-го. Абсолютно не поменялась. Она, как бы сказать, живая, молодая, энергичная. И слава тебе Господи, что она востребована и работает, работает, работает. Мы желаем ей работы, работы, работы. В музее-дом-отелье архитектора Левчака раньше располагался дом актеров. Именно поэтому здесь и представлены экспозиции на тему театральной жизни Симбирско-Ульяновска. И сейчас нам очень важно и очень хочется эту связь поддержать, развить. Рассказать о нашем театре, ульяновском, драматическом. Может быть, о театре «Кукол» или о тезе, но о действующем театре. О действующих актерах, о действующих режиссерах, о костюмерах, художниках. Все средства, которые у нас есть, все возможности, которые приходят в голову на передовую музейного дела, мы реализуем, чтобы сюда пришли люди. Это главная наша задача. Выставку, посвященную предстоящему юбилею заслуженной артистки России Ирины Янко, можно будет увидеть в музее по адресу улица Левчака, дом 4 на протяжении всего лета. Ксения Грищенко, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск.